приветствую все зрители канала у нас с вами сегодня финал очка за гонщиков в нету спид ход парсют последняя гонка протяженностью 70 километров вот и все но я думаю что вот и все у нас будет в конце пик как мы можем поступить блин богатя быстрее ведь все эти машины мы уже видели может быть попробовать пока по проходить что-то из-за противных уже гонок потом вернуться на бухгалтер что-то пройти вот у меня дача и Продолжение следует... 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 то во первых звуковой сигнал искажается во вторых сами сирены разбиваются то есть там либо просто лампочки остаются либо вообще ничего не остается здесь это фильм не наблюдается gta-4 насколько я помню было 2008 что ли буду ну плюс минус три года прошло и здесь не лучший этот момент это конечно фигула практически практически будем хотя сказать 20 метров проехали но потом понял что нет а вот то чем я говорю эти двое вырвались вперед и все и сейчас хрен догонишь конечно будем стараться бесконечного ускорения у нас нету высказка столкновения получились сюжет проезд паритеку как-то поприкольнее что были от 9 секунд он там на чем едет звездолёт почти проехали смысле евро и старался на в этом ускорении пройти этот участок дороги и отставания больше у нас чем было чуть по-моему когда я сейчас хорошо получились сократить ну блин я и даже не вижу чуть-чуть бы еще и выйти катушечки улетел бы задумаю опять увеличилось расстояние незначительно на мусил ты-то меня как догнал и их столько пытаюсь догнать и могла ты меня догнал так сопрощаем но блин это же только до второго видите первый там вообще хер его знает сколько лет хотя бы впереди еще до хрена километров но но а только сюда а панике открыт у нас и было бы смешно и соблюдись выехал а тут третий видит здесь уже финал очка до какого хера ты не поворачиваешься что были на на пиздец пиздец аж двойные а здесь у нас уже финал очка и использовать срезки это прям 50 на 50 50 процентов что она выведет нас на лидирующую позицию ну или на вторую и 50 процентов того чтобы там влекаемся куда-нибудь а хотя как мы убедились а точнее как мы убедились и на собственном опыте и на поверье вот этого надо человека и на дороге можно влететься в общем то мы пришли к тому с чего начинали пытаемся догадать второго а здесь мы чуть поближе к нему но все же уже часть пути мы проехали кстати впереди у нас я так понимаю то страны выравнивайся лучше уж так чем машина ну большая вероятность того что они врежутся в машину трафика но может быть и нет а унесли блин мне нравится такая затея разработчиков геночных игр когда финалочку особенно это у сейчас скажу флотал 2 и брекласт было когда в конце уже становится там в чемпионате да пиздец боком задел там в одном из чемпионатов нужно будет несколько гонок пройти по если я не ошибаюсь там же 1 1 гонка состоит из трех этапов типа 6 кругов первый этап второй этап 6 кругов третий этап 12 кругов а там этих гонок по моему тоже 8 или 12 когда будем проходить я вам обязательно этот момент покажу и там просто тупо на ошибки игрока когда уже привыкаешь седьмого и восьмого и девятый круг не лишь на одиннадцатом или двенадцатом ошибку все равно малейшую даже но допустишь тем временем мы с вами занимаем первую позицию так сказать вы все видите с первых рядов большую часть краски прошли 50 процентов ну что звуки там щас гуля в поле с одной стороны разделитель с другой стороны грузовик отлично жалко нет хотя бы шипов минимально вот ты же должен был рядом проехать зачем ты его ударил я не знаю может быть все бугатти настолько мощную здесь я согласен что уже по траектории шел на этот грузовик типа бугатти настолько мощное что создает аэросферу вокруг себя как это воздушный поток правильнее будет сказать и тем самым проезжая мимо машины трафика закидывает его в зону турбулентности в которой она проваливается и соответственно приближается к нам и мы об него бьемся иначе как по-другому объяснить ну объяснить точнее эту херню получится только еще больше херни которые я сейчас носу по-другому никак не должно быть такого что что игра офигенная здесь я думаю я не и вы вместе со мной не поспорите против этого утверждения но какого то хрена там где мы должны проехать рядом нормально мы внезапно бьемся об эту машину и доработка с коллизией которая ощущается если вы играете в другие гонки то есть если бы я играл в дэнджерс драйвинг например постоянно а потом пришел в эту игру для меня наверно было бы все идеально даже этот момент опасный момент был потому что я уже проговаривал его я не знаю что за поворотом то есть а вдруг там машина трафика и я просто на скорости в 380 вылечу не кстати это так гонка где не стоит переживать что не отстаете даже если вы видите там на 5 6 позиции здесь можете наблюдать сами я отставал в начале гонки на 9 и 10 секунд сейчас я на 12 лидирую на 16 нифига себе там самолет полете в общем так низко-то понимаю был бы какого резинка тут а тут у нас уже вечереют причем достаточно быстро если я проехал меньше километра и не за это время уже потемнел а при условии что я еду 400 по времени не смотрел сколько прошло но все равно как-то слишком быстро потемнело как мне кажется 22 секунды я неоднократно уже тоже говорю этот момент я его проговаривал в разных играх не только в этой что если вы в начале гонки в середине или ближе к финишу проигрываете не спешите нажимать на рестарт кто его знает может быть вы с легкостью заметили делающую позицию и в том числе и прям перед финишем у меня несколько раз подобное бывало самый яркий момент конечно был в Бернанд Карадай Сити там при нереальных обстоятельствах просто в нормальных условиях я бы не финишировал наверное если бы еще раз попал в такую же ситуацию но там настолько все хорошо сложилось я думаю что я оставлю вам здесь отметочку конкретно на ту серию касательно этой игры я пока что не знаю возможно я буду ее еще проходить тем более что я вам еще обещал показать свободный режим как он выглядит и что из себя представляет и как вообще в него попасть проехали мы по всем местам которые практически по всем которые были задействованы в гонках в погонях но в том числе за полицейского и все это ускорение ну нифига какой финиш фейерверки колесо обозрения замечательно 13 минут на гонку с половиной почти все на этом мы с вами ознакомились со всеми дисциплинами которые здесь предложены со всеми гонками погонями и прочее осталось только не пройдены возможно и будем пытаться тем более у меня там достаточно большое количество транспортных средств открыто в разных категориях возможно что вы еще по проходим эту игрушку просто потому что и самого мне хочется на них покататься потому что ну не использовали мы их пока что первое и второй момент это приятная игрушка одна из которые хочется еще поиграть если говорить оберналд парадайзе я уже задолбался по-другому уже не скажешь то здесь эта игра позволяет как-то расслабляться и не уставать если конечно не играть там часами на пролив не вот такой вот у нас будет финал с вами как было написано в начале этой гонки а вот и все в этой серии мы с вами прощаемся и встретимся на канале в следующем ролике